Я прошу сначала ту стиху, я уже как бы не маленький человек, в принципе все уже написано, что есть. И вот меня часто спрашивали, в юности я помню стихи, которые написал наизусть, да и сейчас помню, из тех стихов многое. А вот то, что пишу последние 20 лет, уже до 15, не помню. И когда меня просят прочитать какой-нибудь стих, бывает такая ситуация, ну-ка читай что-то, ну ладно. И я читаю один из ранних стихов, но которые мне не стыдно прочитать, которые я люблю, которые отражают ранний период творчества, который по многому меня повлиял в Лорга, Есенин, там природа, пейзажи, все вот это было. Потом это, к сожалению, ушло. Ну вот оттуда стих такой «Лягушка» называется. Я его хочу просить, чтобы без книги, потому что дальше я прочитаю несколько стихов из книги. Из глубины лиловой, где погода, от нас закрыта тайна бытия. Наверх плывет осколок изумруда, неворазимость, вечность и таянь. Царевна в лагерь, спящая веками, чей глаз велик, как полная луна. Перебирает длинными ногами, она всплывает с линистого дна. А день живет, колышется над ней, когда ж проглянет первая звезда. Она дырнет и медленно не медленно, на дни сомкнется черная вода. Ну а теперь я по книжке прочитаю несколько стихов, извините. Эта книжка вышла, кстати, это, можно сказать, премьера, потому что она вышла в мае. Девят, девят? Да. Какие одиночки. Старость, не радость, как говорится. Когда умирает звезда. Когда умирает звезда бесконечной вселенной, Прикроются веки у тысячи, тысячи звезд. Но мы не почувствуем в сердце своем перемены. Мы грубые люди, хотя и не чуждые слез. Прикроются веки, и ангелов в очи померкнут. Всего на мгновенье, в котором скончается век. С умершего века историки сделают мерку. Хоть создан безмерным по мысли Творца человек. Но мы не почувствуем первые признаки смерти. Мы будем смеяться безумному миру в лицо. Как старые дети, как старые мертвые дети. Усталые формы, залитые серым свинцом. Мы грубые люди, мы будем стонать и скандалить. Предангелам смерти, капризов своих не стыдясь. Печальные звери мы зубы сумеем оскалить. Навстречу любви, давно с ней порвавшие связь. Когда умирает звезда бесконечной вселенной, Ребенок узнает и матери крикнет «Проснись!». Но мать не услышит загвенья, входя по колене, По пояс, по грудь, погружаясь в свинцовую жизнь. Грустность. Браво!